Вас снова приветствует канал Видеоньюз и мы продолжаем публикацию серии видео обо всем интересном вокруг нас. Сегодня по подсказке одного нашего уважаемого пользователя мы снова решили обратиться к теме загадок вселенной и рассказать вам об очень интересной и конечно же загадочной двойной звезде, обозначенной в каталоге Генри Дрейпера как HD 139-139, а в каталоге эклиптической плоскости, составленном по результатам второго этапа миссии космического телескопа Кеплер, как Эпис 249-706-694. Оговоримся сразу же, что данная звезда не единственная в своем роде из известных ныне, и ее загадочность состоит в том, что она довольно странна и, как сейчас кажется, беспричинно не периодически изменяет свой блеск. Конечно же, на этот счет сейчас существует довольно много гипотез, в том числе и связанных с деятельностью инопланетной цивилизации. Однако ни одна из них не безукоризнена с позиции критики. Попробуем их рассмотреть чуть ниже. А пока начнем с того, что звезда HD 139-139 расположена на нашем небосводе в направлении созвездия весов на прямом восхождении в 15 часов 37 минут между 6 и 7 секундами, при южном склонении в 19 градусов 8 минут между 33 и 34 секундами. По последним уточненным данным, нас разделяет расстояние примерно в 350 световых лет или же в 110 парсек. Учитывая то, что яркость HD 139-139 составляет около 9,8 звездной величины, увидеть ее на небосводе невооруженным глазом не представляется возможным. Поэтому для ее детектирования потребуется телескоп с апертурой ориентировочно в районе 150 мм. Как уже было сказано выше, это бинарная звездная система, состоящая из двух звезд, представленных желтым и оранжевым карликами. Главная компонента это желтый карлик спектрального класса G, который чуть больше, массивнее и ярче нашего Солнца. Однако по температуре практически аналогичен с нашим центральным светилом. Второстепенный компонент наблюдается примерно в трех угловых секундах от главного. Он представлен по всей видимости оранжевым карликом спектрального класса от K5 до K7. Вторая компонента примерно на три величины слабее главной и имеет температуру на своей поверхности от 4100 до 4300 кельвинов. Предполагается, что ее радиус и масса от 30 до 40% меньше аналогичных параметров Солнца. Теперь давайте о загадочности этой звездной системы. Началось все с того, что космический телескоп Кеплер зафиксировал 28 провалов в яркости звезды за 87-дневный период, а это с 23 августа по 20 ноября 2017 года. Эти потускнения были практически все одинаковые по магнитуде, за исключением двух случаев. Однако они являлись периодическими, а поэтому в данном случае нельзя говорить о транзитивных планетах, которые бы их могли вызвать. Это и понятно, поскольку планеты движутся по циклическим орбитам и их орбитальный период, если изменяется со временем, то не настолько. Можно, конечно же, предположить, что потенциальные планеты, проходящие по лучу зрения с Земли по двойной звезде, возмущают орбиты друг друга, вызывая большие колебания во времени прохождения. Однако и тут не все сходится, поскольку компьютерное моделирование по потускнениям, зарегистрированных Кеплером, не выработало вообще какой-либо системности, которую хотя бы как-то можно было бы привязать к планетарному движению. Однако, как по мне, то было бы очень интересно поговорить сейчас о системе, состоящей из 28 или же около того планет. Увы, это, скорее всего, нереальная гипотеза. Еще одна гипотеза касается распавшейся или же распадающихся планеты или же двух таковых. Это могло бы быть более или менее реальным, если не все то же компьютерное моделирование. По мнению умной машины, суперземля или же две суперземли суммарной массой даже в 10 земельных, не могут распасться на минимум 28 фрагментов, которые бы вызвали такие относительно глубокие провалы в светимости. Рой комет или же пылеобразующие астероиды, по-видимому, стоит отбросить так же. Кометы уже предлагались для объяснения провалов в светимости звезды Тоби, однако для этого их бы понадобилось вообще нереальное количество. Что же касается окутанных объемным ореолом непроглядной пыли астероидов, то тут даже и представить себе такое трудно, хотя бы потому, что аналогов в нашей Солнечной системе нет и близко, и вряд ли они могут вообще существовать. Стоит также отметить гипотезу о короткоживущих пятнах на поверхности желтого карлика и, возможно, оранжевого, которые похожи на солнечные пятна. Однако живут почему-то они совсем недолго. В этом случае объяснить их природу будет очень непросто, поскольку ничего необычного или химически аномального в спектре обеих звезд не выявлено. И, наконец, как всегда, мною горячо любимая гипотеза об инопланетной цивилизации. Кстати, Сетти считает ее основной и в какой-то мере даже неоспоримой, особенно на фоне практически полного отсутствия адекватных объяснений феномена официальной наукой. Снова предполагается существование сферы Дайсона и других искусственных инженерных сооружений непонятного назначения и смысла. Трудно что-то говорить на этот счет не только мне, но и представителям Сетти, поскольку кроме провалов светимости HD139-139, каких-либо других аномальных сигналов в различных частях электромагнитного спектра не зарегистрировано. Продолжение темы инопланетян скажем и то, что если бы они существовали где-нибудь в окрестностях упомянутой звезды, то могли бы также наблюдать нашу Землю транзитивным методом при прохождении через диск Солнца. Как видим и в этом случае, и как мы видели ранее у подобных ему, все непостижимое, невероятное и необъяснимое в астрономии у нас часто списывают на пришельцев и их высокоразвитые цивилизации. Так происходит до тех пор, пока не находится научное объяснение и обоснование феноменом. После этого об инопланетянах забывают, но ровным счетом до обнаружения новых загадок. Вероятно, так в будущем будет и с HD139-139. Ну а пока что канал VideoNews благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас в YouTube, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Пока! Пока!